Крымские татары – музыкальный народ. Поэтому многие уверены, что музыкальный фольклор – наиболее сохранившаяся часть нашего культурного наследия. С этим утверждением готов поспорить Рефат Издетов. Стоматолог по специальности, он уже много лет занимается исследованием музыкальной культуры крымских татар. Его интерес и любовь к фольклору – родом из детства. В моей семье всегда звучали песни, крымско-атарские песни. Я рос со своей прабабушкой, с бабушкой, и они вместе очень часто мне пели. Началось все с колыбельных, потом мы разучивали какие-то детские песенки. И вот так вот эта вот любовь к народной музыке, к народной песне, она привилась. Начав поиск старых народных песен, Рефат Бей пришел к выводу, что первый удар по музыкальному фольклору был нанесен еще до депортации, с приходом советской власти. Тогда многие традиционные элементы культуры отошли на второй план. И сохранялось лишь то, что было перенесено на сцену. Довершили этот процесс депортация и ссылка. То общество, которое было до депортации, где каждое село имело каких-то своих исполнителей, своих певцов, своих знатоков народных песен, своих музыкантов. И вот этот вот микроклимат в селах, он оставался, функционировал. После депортации все эти носители этой информации, они либо умерли в первые годы после ссылки, либо их просто некому было тогда записывать. Поэтому на выходе, по моим подсчетам, мы имеем не более 30% сохранившейся народной музыки. В хореографии дела обстоят еще более пессимистично. Советская идеология стерла танцевальные традиции, привнеся в них элементы идеологии. По словам Арифата Изетова, от исконной хореографической культуры у нас осталось не больше 15%. Мы приобрели несвойственную нам парность мужчин и женщин. У нас этого раньше не было. Женщины, как в мусульманском обществе, танцевали отдельно, у них были свои танцы. Мужчины танцевали отдельно, у них были свои танцы. Чем севернее направление село, тем меньше там встречалась, собственно, хайтарма. Там были другие танцы. Хайтарма городская, и хайтарма, например, южного берега, они сильно отличались друг от друга. В степных регионах хайтарму чаще всего танцевали с присядками. Молодой исследователь в постоянном поиске утраченного наследия. И их география не ограничена только Крымом. Крым приходится изучать за пределами Крыма в основном. Много что отложилось в московских архивах, многое что отложилось в Санкт-Петербурге, много чего есть в Берлинском музее этнографическом. То есть там есть песни крымско-катарских военнопленных периода 1915 года. Немцы их записывали. Ну и плюс то, что я уже пытаюсь собрать от старожилов, от тех, кто еще жив, кто слышал какие-то песни от своих родителей. Есть действительно до сих пор хранители. Это люди, которым уже за 90 лет, которые хранят до сих пор песни какие-то локальные, уникальные, которые нигде больше не сохранились. Вот их по возможности я стараюсь записывать. Сегодняшнее состояние и пути развития крымско-татарской музыкальной культуры не вызывают урифата из этого оптимизма. Исследователь считает, что задача композиторов, музыкантов, певцов и танцоров не допустить потери национальной аутентичности, особенно в сохранении музыкального фольклора. Мне очень нравятся те тенденции, которые происходят с нашей сценической культурой в последнее время. Вот почему народ, у которого 300-летняя государственность, имеет сейчас пять сценических танцев. Например, у нас очень любят сейчас составлять из Кавказа вот эти вот куски, где только ударные инструменты. Музыка то обалканивается. Когда происходит вот это вот размывание границ вообще Крыма во всем, в одежде, в позиции рук, в музыке, во всем, мы перестаем быть интересными, и мы перестаем быть аутентичными. И с нашим таким вот очень настрадавшимся наследием надо быть бережнее, надо быть аккуратнее. Субтитры создавал DimaTorzok